МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Мэрилин Монро. Самая знаменитая блондинка. Тайно сопровождала её не только в жизни, но и после смерти. Точные обстоятельства и причины её гибели неясны до сих пор. Единственное, в чём сошлись современники, лучшими друзьями Мэрилин были вовсе не бриллианты, а психиатры. Именно они после смерти звезды стали ставить своим пациенткам странный диагноз – синдром Мэрилин Монро. Что это за болезнь и для кого она смертельно опасна? Я люблю красивых мужчин, но среди нас их очень мало. Эту фразу Мэрилин Монро произнесла в окружении толпы журналистов. Цитата разлетелась по планете и стала едва ли не девизом для тысяч женщин. Никто и не предполагал, что для многих из них она станет почти приговором. Диагнозом. Личная жизнь, она не складывается. Любовь Лапкина называет себя актрисой и поэтессой. И ей не везет с мужчинами. Хотя они всегда находили ее интересной и не жалели комплиментов. Мне люди такие умные достаточно говорили, что не в свое время я родилась вообще. Ну, говорили, что уникально очень. Ее часто посещали мысли о том, что мир вокруг чуть хуже, чем она заслуживает. И даже свадьба, о которой она так мечтала, оказалась самым сильным разочарованием. Он служил в Чечне, и его пристрастия к алкоголю затмевали, наверное, всю его судьбу и жизнь. Он пил, устраивал скандалы. Нам пришлось с ним развестись. Больше любовь так замуж и не вышла. Синдром Мэрилин Монро. Именно такой диагноз ей поставили врачи. Синдром Мэрилин Монро – комплекс или эмоциональное заболевание, при котором человек при всем благополучии и успешности чувствует себя неудачником. Американские психиатры синдром Монро называют любовной зависимостью. Синдром имени секс-символа Америки придумали психоаналитики. И сразу же поставили такой диагноз доброй половине женского населения земного шара – комплекс любовных влечений с мазохистским уклоном. Я уверен, что каждая молодая девушка, которая была современником Мэрилин Монро, она мечтала быть точно такой же всеобщей любимицей, харизматичной. Как-то они пишут, с одной стороны богиней, с другой стороны такой падшей женщиной. И люди очень стремились к этому идеалу. Идеальная блондинка страдала синдромом имени себя в самой тяжелой форме. У самой Мэрилин Монро к этому всему добавлялась психологическая неустойчивость, наркотическая и алкогольная зависимости и так далее. Это, конечно, было уже клиническое заболевание. То, что раньше называлось маниакально-депрессивный синдром. И, конечно, это то, что требует лечения. В 20 веке хроникеры круглосуточно сопровождали только двух человек – Махат Муганди и Мэрилин Монро. Норма Джин Бейкер, казалось, была рождена для того, чтобы стать секс-символом. Хотя ее путь к этому званию был по-настоящему тернист. Не раз из объекта обожания она легко могла превратиться в барышню легкого поведения. И это один из основных синдромов необычной болезни. В одном из телешоу певица Сати Казанова примерила на себя не только платье Мэрилин Монро, а весь ее образ. Целиком. Это какая же она сильная была. Если после того жуткого детства, которое у нее было, мама, которая там пила, выходила замуж, брат, который ее там изнасиловал, куча мужиков, которые до нее домогались и кроме как похотливых каких-то эмоций не испытывали. Сати Казанова называет это «бэт кармой». Бэт от английского плохой. А ведь действительно, Мэрилин Монро воспринимали как плохую девчонку. Это вообще синдром всякого человека публичного, человека с определенной миссией, публичной миссией. А для женщины это так особенно. Поэтому, ну что ж, ей не хватило каких-то, наверное, рядом людей, которые бы ей, которые оберегли бы ее. Певица уверена, что синдрома Мэрилин Монро вообще не существует. Это выдумка американских психологов. Я не согласна с психологами, я вообще их не люблю. Ну как не люблю? Я просто считаю, что они огромные вредители в обществе. Термин синдрома Мэрилин Монро я категорически отвергаю. Это всех вот под одну гребеночку. Существует или не существует синдром Мэрилин Монро? Кто им болеет и какие последствия он влечет за собой? Это не совсем болезнь, а это просто, скажем так, некоторая специфика определенного типа женщин. Мэрилин меняла актеров на президентов и обратно. Впадала в депрессии и безумное веселье. И сама не могла понять, что с ней происходит. Личный психиатр и психотерапевт ее сопровождали везде. Она следовала их советам и усиливала эффект от прописанной терапии, как могла. В последние годы она вообще постоянно принимала таблетки. Все это она запивала алкоголем, создавала гремучую смесь, которую ни в коем случае вообще нельзя употреблять. Антидепрессанты с алкоголем. Навязчивые состояния, замкнутость, ревность, постоянная неуверенность в себе, боязнь одиночества и еще целый букет определений. Все это признаки синдрома Мэрилин, которые со временем перерастают в серьезные симптомы. Один из них – склонность к суициду. Человеку ничего не хочется, ни на что не хватает энергии, он ничему не радуется. И в принципе это состояние, когда он фактически говорит себе, что я не справляюсь с этой жизнью, не очень здорово у меня получается. И действительно в такие периоды у человека может возникать такое серьезное намерение уйти из жизни. По данным Минздравсоцразвития, в 2012 году в России с собой покончили почти 30 тысяч человек. Около 40% из них из-за неразделенной любви или неудач в личной жизни. Миллионы мужчин были готовы целовать песок, на который ступала изящная ножка Монро. Но она упорно выбирала не тех. Все три ее официальных брака, так же, как и десятки романов, заканчивались депрессиями, походами к психоаналитику и горами таблеток. Последнее ее серьезное отношение с президентом Кеннеди, по мнению многих биографов, стали косвенной причиной трагической смерти кинозвезды в возрасте всего лишь 36 лет. Оксана Пакина – вокалистка поп-рок-группы Монро. По совместительству – двойник Мэрилин. Как утверждает девушка, сходство исключительно внешнее. Мне все время говорили, говорит, ой, Оксанечка, у тебя что-то, говорит, от Монро есть. И так пошло-поехало. Я когда снималась, меня называли русское Монро. Белая копна волос, родинка, то есть ей все время такие роли дурацкие давали. Девушка убеждена, что перенять от своей героини настоящий синдром ей не грозит. Характер другой. Главное – вовремя выйти из образа. Вы знаете, я ее обскакала, я уже мама. У меня есть дочка, Маргарита, и, кстати, когда ей три года, и у нее спрашивают, Маргарита, а как у тебя мама зовут? Она говорит, Монро, а что она делает? Она говорит, у меня поет, и начинает петь пупу-пупиду-пу. Входить в образ и вовремя выходить из него. Любой актер вынужден проживать десятки жизней. Это разрушает внутренние и нередко становится причиной душевной болезни. Говорит, если это синдром Мэрилин Монро, наверное, да. Принем, конечно же, чем успешнее актеры или актрисы, тем у нее синдром сильнее. Актерами становятся те люди, которые без этого понимают, что они не смогут существовать. Это их карма, это их судьба, это их рок. Синдром Мэрилин Монро – это не просто неуверенность в себе, своей внешности и способности понравиться. Это болезнь со своими симптомами, ремиссиями и нешуточными рецидивами. Можно иметь все материальные блага, целый калейдоскоп талантов, идеальную внешность и при этом не испытывать чувства удовлетворения и счастья. Сегодня это характерно для многих известных персонажей. И, как утверждают специалисты, речь идет не только о женщинах. Специалисты утверждают, чтобы подхватить болезнь женским именем, не обязательно быть женщиной. Синдром Монро – болезнь и сильного пола. В современном мире очень-очень много, к сожалению, таких состояний у людей стал появляться, и у женщин, и у мужчин. Желание там не стариться, хорошо выглядеть, быть привлекательным, которого все любят и обожают. Но универсальный Синдром Мэрилин Монро встречается у мужчин гораздо реже. Они чувствуют огромную пустоту внутри. И, в общем-то, по сути, они не уверены в том, что их можно любить, что они благополучны, что они интересной личностью являются. И им сложно строить отношения. Они все время стараются предъявлять имидж, свой фасад. У мужчин, страдающих Синдромом Мэрилин Монро, есть такие. У них есть очень хороший выход, которого почти нет у женщин. У них есть возможность жениться на более молодой женщине, к которой ты будешь относиться несколько по-отцовски и прощать ей недостаточную успешность, недостаточную образованность. На самом деле, то, что происходило в душе и подсознании Мэрилин Монро, было известно еще до ее рождения. В трудах по психиатрии и психологии уже было описано такое явление. Поначалу, когда только взошла звезда Мэрилин Монро, синдромом Мэрилин Монро называли совсем другое состояние. Или еще его называли синдромом Кагэкью, потому что Кагэкью это героиня японских преданий, мифов, если хотите, которая верила в себе так же. Но Монро была слишком знаковой, слишком великой, слишком человеком и слишком женщиной, чтобы кто-то осмелился сравнить ее с какой-то японкой из мифов. Япония целиком лежала у ее ног. Я не хотела быть символом никогда, но если мне уж и пришлось им стать, то лучше быть символом секса, чем чего-нибудь другого. Секс-символ, прямо скажем, сомнительное звание. Согласитесь, не совсем понятно, кто раздает такие титулы. Может, настоящие причины синдрома Монро как раз и кроются в излишней сексуальности. Но и сейчас есть женщины, которых наградили этим званием. И ничего, замужем. Вообще найти женское счастье сложно. Его найти сложно и простой продавщице, и супермаркета, и звезде, которая не сходит с обложек, с экранов. Женское счастье это очень хрупкое понятие, и, конечно, его нужно искать, за него нужно бороться. Актрисе и телеведущей Эвелине Блёданс долго пришлось искать своего спутника. Она трижды была замужем, но ни разу не задумалась о существовании болезни незаурядных людей в синдроме Мэрилин Монро. Я, честно говоря, не знала, что есть отдельный такой синдром, синдром Мэрилин Монро. Это очень интересно, потому что это действительно так. И, в общем-то, совершенно не важно, как это называется, но такая проблема, она действительно существует. Многие специалисты пришли к выводу, что синдром Монро – это не всегда актёрская зараза. Она из детства, значит, подхватить может каждый. Как правило, наибольше подвержены такого рода заболеваниям люди, которые выросли в однополой семье. Такая семья, например, когда молодая девушка растёт в семье, где есть только мама и бабушка. То есть, там вот у неё уже на бессознательном уровне закладывается некий стереотип отрицания мужчин. Безотцовщина Мэрилин Монро – лишь подтверждение теории. Она искала папу всю жизнь. Я не привыкла быть счастливой, поэтому счастье я не считала чем-то обязательным для себя. Синдром Мэрилин Монро доказано, что это болезнь, известны её симптомы. Но есть ли лекарство? Таблетка от невозможности полюбить. Я бы не рекомендовал людям, скажем так, прибегать к каким-то фармакологическим методам лечения. То есть, это, как правило, идёт психическая область, область психики, и там надо работать со специалистами именно этой области. Синдром Мэрилин Монро – универсальная болезнь, которая может поразить и женщин, и мужчин, и знаменитых, и не очень. От этого заболевания сегодня никто не застрахован, хотя заразиться им нельзя. Синдром можно вылечить, но лекарств от него никто не изобрёл. Более того, специалисты утверждают, большинство людей, страдающих этим заболеванием, на самом деле здоровы. Они просто упустили время. зависит от того, что происходит, но были правы. Продолжение следует...